Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. В период карантина в разных концах мира балконы стали служить пространством художественного высказывания. Музей Модерна стал инициатором художественной акции на балконе. Пять культурных площадок объединились для диалога с городом и его жителями. Началась новая эпоха, которую еще только предстоит осмыслить. Часто звучали вопросы о том, какое будущее ждет музей и галереи после затяжного кризиса, что изменится и изменится ли вообще. А пока музеи остаются закрытыми для посетителей, но совсем скоро должны открыть свои двери и адаптироваться под изменчивый мир. С улицы любой зритель на протяжении недели может наблюдать сеть балконных высказываний под общим названием «На балконе». Я представляю гостей в студии. Юлия Богатырева, главный хранитель музея Ильдара Рязанова и Данил Сайко, старший научный сотрудник Музея Модерна. Здравствуйте, молодые люди. Ну что ж, давайте поговорим об этой замечательной, на мой взгляд, и новой акции. Насколько мне известно, она проходит впервые в нашем городе. Так вот, кто же стал создателем, инициатором? Как пришла в голову такая идея? Да, история создания достаточно интересная. Поскольку мы всем музейным сообществом дружим, общаемся, помогаем в работе друг другу, с какими-то идеями. Все началось с того, что в марте еще на пространстве Литературного музея «Горкий центр» начали выступать художники. Художники самарские, поэты, они транслировали разные свои искусства. Вы имеете в виду в онлайн-формате, да? Да, в онлайн-формате. То есть снимали видео, как они это делают, и все это выкладывалось в онлайн. И на фоне этого у моей коллеги, сотрудница Галина Забанова, тоже сотрудник музея «Модерна», пришла, собственно, идея сделать арт-балкон, как бы такой, да, под рабочим названием это тогда было. Потом мы все-таки назвали это «На балконе», и пригласить, собственно, все те институции, которые уже участвовали с нами в «Объединенной ночи музеев», прошедшего 16 мая. Вот, к сожалению, музей Эльдар Рязанов тогда не смог принять участие, вот, но тогда я была в Самарской филиал Третьяковской галереи, и мы увидели экскурсию по фабрике кухни тогда. Вот, по сути, как бы, планировалось то же самое, да, но мы отказались от трансляции и решили... Решили не повторяться, а сделать что-то новое, эксклюзивное. Да, решили продолжить объединенную, как бы, тенденцию объединения, чтобы делать искусство вместе, показывать его на улицу в том числе, потому что из-за закрытых стен, к сожалению, мы не можем показать все наши выставки, все музеи в одинаковых ситуациях, и когда есть балкон, такое место между улицем и городом, между публичным и личным, собственно, балкон является связью, да, диалогом... Между публикой, да? Да, 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 и благодаря, собственно, балкону мы можем показывать все наши и выставки в том числе, и какие-то другие идеи, как бы, изнутри наружу, да, принцип, вот, это тоже принцип построения изнутри наружу, это принцип построения зданий в стиле модерна, термин введен Ваганом Каркарьяном, архитектором города нашего, да, бывшим каркарьяном, ныне покойным, вот, и на основе, как бы, вот, такой концепции мы придумали выставку на балконе, да, то, как бы, можно называть это выставкой, да. Юль, ну, вопрос к вам, конечно, почему лично вы, музей Эльдара Рязанова, присоединился к этой акции, и что представили вы нас, зрительский? Ну, мы решили присоединиться по той причине, во-первых, что у нас все-таки общая аудитория, мы с соседей, с музеем модерн, и с литературным музеем, который тоже принимал участие в этой акции, и у нас, в принципе, одна и та же аудитория, людей, которые хотят просвещаться, которые стремятся к каким-то знаниям, познаниям, хотят что-то новое в свою жизнь приносить, вот, и мы, конечно, дружим все между собой, мы являемся, там, одногруппниками, одноклассниками, мы молодое поколение, и поэтому подумаешь, что такая общая идея у нас может показать как и общий между музеем, так и некую уникальность, потому что все мы разные, мы все-таки больше немножко про кино, а литературный музей, они немножко больше про литературу, хотя это тоже мемориальный музей, музей модерн, у них тоже своя, такая архитектурная, уникальность. Вы расскажете обязательно сейчас о своей экспозиции, Юль, вот у нас есть фото, я предлагаю сейчас его посмотреть, а вы прокомментируйте, пожалуйста, вот что вы хотели сказать этой экспозиции, этой инсталляции? Ну вот мы сейчас с вами видим дом, в котором родился режиссер Эльдар Рязанов, он жил на первом этаже, вот там видим с вами окна с решетками, и в 73-м году Дарья Александрович Рязанов снимает фильм «Приключения итальянцев в России», тема в том, что когда открывался музей два года назад, нам всего два года, мы такие молодые пока, молодой музей, кураторами музея было выбрано несколько фильмов Дара Рязанова, и сделали модули, такие пластмассовые, с героями картин, это были итальянцы в России, это была Людмила Гурченко в образе. То есть экспозиция менялась, да? Это, как вам сказать, это сначала было на улице выставлено. Так. Так эти модули можно было подходить к своим любимым актерам, с ними фотографироваться, мы поняли, что людям это интересно, эти модули до сих пор у нас стоят при входе, то есть приходя мимо, то есть всегда узнают деточки, на которые выглядывает, а из решеток к ним подходят с ними, фотографируются, вот такие вот любимцы нашего музея, они привлекают внимание. Но сейчас, когда музей закрыт, люди, конечно, видят этих персоналей, этих героев фильма, еще несколько фильмов было представлено, но у них вот нет возможности прикоснуться, самое главное, да, потому что вот это тактильно, но очень важно, сделать фотографии, как-то рассказать об этом месте. И мы вот знали, что у нас есть такой материал, есть эта база, с которой интересно работать, и когда коллеги предложили поучаствовать, мы подумали, что... Вы сказали, да, конечно, у нас же уже есть. Да, 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 потому что, конечно, когда мы делаем выставку, мы музейщики, мы ориентируемся на то, что это будет выставка предметов, уникальных предметов фондовых, но, конечно, на улицу поставить фондовый предмет нельзя, здесь есть особенности, свет, тень, дождь, очень много особенностей. Вот, Даниил, вы как раз идейный вдохновитель этой акции «Музей Модерна», и вы отличились самой заметной инсталляцией, расскажите, во-первых, о которой. Да, только не я конкретно, да, а вот команда «Музей Модерна». Команда «Музей», конечно, конечно. Да, 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 я тут не один, то есть у нас больше куратором этой выставки все-таки вот выступила моя коллега Галина Забанова, да, я взял половину как бы нашего балкона, у нас два балкона, да, один выходит со стороны Фрунзе, он более такой маленький, камерный, а второй со стороны Красноармейской, широкий, и по фондовым фотографиям архивным можно посмотреть, что, в принципе, там на этом балконе и стол ставили, и вино пили, да, 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 вот с этой стороны, со стороны Красноармейской. И, собственно, мы вывесили со стороны Красноармейской баннер, он, это цитаты нашего сотрудника Ильи Саморукова, тоже научного сотрудника, в каталоге «Бремя модерна». То есть это выставка, посвященная, это выставка-исследование людей, живущих в зданиях в стиле модерн, и вот эта цитата сама по себе «За фасадами судьбы людей». Правда, она немного укороченная, в оригинале это «За фасадами и орнаментами судьбы людей» говорит о том, что в зданиях старого фонда, вот, к примеру, на улице Алексея Толстого, да, дом Субботина и Маркисона, вот, это коммуналка, трехэтажная коммуналка, и здание находится в плачевном состоянии, фасад рушится, где-то там кирпичи падают, его нужно чинить. Там то же самое, к примеру, в доме Зорга на Глотионовской, 159. Мы изучаем, как бы, не просто здания по себе, а как люди в них живут и что они испытывают, потому что герои нашей выставки, они, в принципе, очень разнообразны. От Василия Ремезова, который вот живет в особняке Субботина и Маркисон, да, и он всего там пять лет живет, он молодой парень, и, ну, там, постарше меня, вот, там, год на три. Вот. А, к примеру, вот есть флигель Зеленко, известное такое здание, собственно, находится за домом журналиста, Самарская, 179. Это тоже жилое здание, и тоже в стиле модерн, флигель, усадьба Александра Рустиновича Зеленко, который построил наш тоже, да, особня Курильной. Этот флигель хотели снести, его выводили из ОКН Трансгруз и хотели на его месте построить огромные высотки. Вот жители этого дома, как бы, скоординировались, выступили против, и те люди, которые сейчас в нем живут, они, к примеру, раньше вообще ничего не знали про модерн. А когда начали это изучать, собственно, вот, к примеру, вот Нина Казачкова, житель этого дома, наш, герой нашей выставки, она сейчас является главой в Самаре общественного движения ВОАПИК, Всероссийское общество по охране памятников истории культурного наследия. Вот. Это что касается Бреми Модерна, и QR-код ведет у нас на сайт, то есть вы можете спокойно прогуливаясь по улицам, перейти через телефон на QR-код, по QR-коду на сайт, и там представлено... Осуществились виртуальные, наверное, да, экскурсии? Ну, как бы, пока нет, то есть там небольшое описание, там есть преамбула, есть небольшое описание, есть цитаты, и как каждый из жителей домов ощущает на себе Бреми Модерна, и есть трейлер, в самом начале небольшой трехминутный трейлер первой серии документального фильма Бреми Модерна, который вот, там, снимал я, там, вот, со своим другом Глебом Ходиным, да, для Музея Модерна, и надеемся, вот, мы все ждем, когда, наконец-то, хоть как-то мы сможем открыться, чтобы сделать премьеру все-таки в оффлайн-режиме, да. Чтобы зрители могли напрямую посмотреть. Но, тем не менее, вернемся к инсталляции. Я попрошу еще раз показать. Вот эти, эту инсталляцию совершенно непонятно, висит белое платье, туфли. Ну, да, вот по поводу второй инсталляции, которая со стороны Красноармейской. Эта инсталляция создана, собственно, сотрудниками Музея Модерна вместе с объединением, с художественной, с аут-группой «Муха», это художники самарские, она представляет из себя три компонента. Это зеркало, платье и канаты, спущенные к туфелькам вниз, сам. Сейчас, к сожалению... Здесь даже видно, да, люди останавливаются, фотографируются, любопытно, вот объясните. Да, можно сказать, это одна из самых заметных инсталляций на этой выставке. К сожалению, сейчас канатов уже нету с туфельками, то есть это было, наверное, очевидно, что неделю они не проживут, к сожалению, в нашем городе, видимо, к Саврийску относятся еще немножечко непонятно. И дергая, видимо, за канаты, нижняя планка от вешалки, она просто сломалась, и нам пришлось убрать пока что канаты, и мы их не возвращаем обратно, не привязываем. Но платье оставили. Как описывал, как бы, Галя, да, вот, она говорила, что это, как бы, отражение вообще всей сущности модерна. То есть платье, это у нас отсылка к женственности, да, все-таки музей модерна, это женщина, красота, это растительные орнаменты. В зеркале, которое прибито, в смысле, прикреплено к балкону, можно увидеть отражение Волги, отражение города, и в нем увидеть все технологии, которые появились во время эпохи модерна, да, то есть все машины, телефоны, электричество, это все эпоха модерна, то, что мы изучаем по факту тоже. Юль, хотелось бы к вам еще обратиться, первая часть программы наша завершается, проанонсируйте, какие планы перспективы работы вот после пандемии по выходу, что представит музей Эльдара Рязанова на своем зрителе? Ну, знаете, я, наверное, начну свой рассказ не с того, что будет после, а что идет сейчас. Все-таки вот эта ситуация, когда мы не можем прямого контакта вести с нашими посетителями, все музеи нашли, наконец-то, время заняться нашими фондами, заняться изучением коллекции. Поэтому мы сейчас тоже этим занимаемся, и мы решили, что, наверное, к моменту открытия, в третьем квартале, может быть, не в день самого открытия, но я надеюсь, что в третьем квартале мы немного обновим нашу постоянную выставку, ну, это связано там со многими тоже внутренними нашими такими нуждами, ее обновить, и вот тема путешествия, которую мы придали нашей балконной тоже выставке, мы все-таки не просто так взяли итальянцев, потому что все-таки другая страна, и очень хочется попутешествовать. Рязанов, кстати, он там снимал, он много где был, и вот на вот этой нашей обновленной выставке мы надеемся, что мы сможем немножко рассказать про путешествия в другие города и страны, Илья Арсенович. Даниил, скажите, пожалуйста, вот этой акции на балконе, узнали ли вы для себя что-то новое? Как вы считаете, что вы подарили самарскому зрителю? Интересный вопрос. Во-первых, мне кажется, все-таки за три месяца самарское общество, которое хочет потреблять что-то культурное, искусство, оно все-таки сголодалось, и судя по такой мини-экскурсии, которая была проведена в ходе открытия выставки, было видно, что у людей есть сейчас запрос, все хотят хотя бы сходить, хотя бы разок сходить, посмотреть на выставку, на фильм, запрос есть. И мы этот запрос удовлетворили, можно сказать, да, таким бесплатным. Бесплатно, в отличие от основной деятельности музея, то, что нужно все это обычно платно делать. Ну да, ну все-таки вход платный в музей. Вот. И можно сказать, что когда... Мы таким образом подготавливаем и делаем плавное вхождение в открытие музеев. То есть пока что люди смотрят на это, и потом такие, ну вот, можно наконец-то будет и внутри что-то посмотреть. Прийти и вообще посмотреть такое анонсирование музеев. Ну что же, спасибо вам большое. Вы молодцы. Творчества желаю я вам дальнейшего. И, конечно же, дарите нашему любимому городу, нашим жителям вот такие интересные, эксклюзивные вещи. Мы обязательно продолжим наш разговор, но уже с другими участниками акции «На балконе». Ну а моя коллега Елена Малютина посмотрела и спросила у жителей, что для них значит акция «На балконе». Пока у этого арт-объекта, который украшает здание музея имени Горького, нет имени. Его создатели молодые самарские художники «Нумыжи» – Кирилл Буров, Михаил Гунько, Кирилл Флебинский и Дана Пайпаки – совместно с сотрудниками музея. По словам организаторов, эта инсталляция представлена как запечатление посткарантинного времени. Арт-объект остается на балконе, но в то же время старается вырваться наружу. С любой стороны подойдешь, толком не рассмотришь все целиком. Здесь отвернута голова, там мы видим только голову, лицо, выражение лица. С другой стороны мы видим некий силуэт этого всего. Это как раз-таки к слову об аморфности этого тела, что невозможно уловить до конца самость человека, естество человека. На создание этой инсталляции у художников ушло около недели. На первый взгляд кажется, что скультура сделана из гипса, но на самом деле у нее деревянный каркас, а все остальное – папье-маше. Балкон особняка Курлины, где и располагается музей Модерна, украшает арт-объект, парящее в воздухе платье и круглое зеркало, отражающее город и Волгу. Эту инсталляцию создали сотрудники музея совместно с творческим объединением «Муха». Арт-объект имеет свой смысл. Складывается впечатление, интерпретируя инсталляцию, будто бы сама хозяйка, Сандра Кулина, вышла прогуляться по улицам города. И само платье, оно указывает на женственность и красоту, то есть главный ориентир стиля модерна в искусстве. А зеркало, оно отражает и город, и Волгу. То есть Волга – это символ природы, то, что в себя вобрал стиль модерн. А сам город – это отражает то, что принес нам сам модерн. Самарский литературный музей по традиции обратился к текстам. Сотрудники вырвали из контекста строчки раннего стихотворения Алексея Толстого и придали им новый смысл. Хотелось больно жутко взгляды. Это о том, как на карантине, пока мы все сидели по домам, нам не хватало живого общения, не через мониторы. И, с другой стороны, это музей, который стоит без посетителей. И, собственно, отсылаем мы этой выставкой также к нашему проекту «Толстой смены оптика», над которым мы работали весь прошлый год. Только его открыли, простоял он меньше месяца, и теперь грустит без посетителей. Если вы будете проходить мимо нашего музея в разные дни, то можете заметить смену настроения у Алексея Толстого. В музее Эльдара Рязанова как будто вышли на балкон герои фильма «Приключения итальянцев в России». По словам сотрудников музея, эта инсталляция должна напомнить о месте, хранящем память о великом режиссере, а также о том, кто одними из первых начал общаться по время пандемии коронавируса именно на балконах своих квартир. Тема Италии для нас особенно важна, потому что именно итальянцы первыми вышли на балконы, когда началась сложная ситуация. Они первыми сказали о том, что коммуникация возможна, а даже вот в таком режиме, когда не можем и дотронуться друг до друга, и не можем находиться в лесистике. Увидеть арт-объекты можно до 2 июля. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я представляю гостей в студии Никита Кузнецов, заведующий отделом литературы 20-21 века Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького и Елена Вяльцева, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького. Ну что же, во первой части программы я пообщалась с вашими коллегами, они мне рассказали, собственно, как возникла идея, почему они решили принять участие в этой акции, очередь за вами, почему вы решили принять участие, ну и, конечно, какой экспозиции выделились вы. Здравствуйте. Ну, так получилось, что Горький центр, да, это площадка литературного музея, где мы занимаемся, в общем-то, свободным высказыванием. Свободным высказыванием в том плане, что есть свободная форма, как это сделать, и свобода содержания, да, что именно можно сказать. Вот, это, в общем-то, основное направление нашей деятельности, и вот та ситуация, которая сложилась сейчас в Самаре в связи с карантином, да, музейное сообщество более-менее начало образовываться друг другу, мы помогаем, и, конечно, балкон на акции, это в первую очередь помощь, да, в первую очередь помощь и диалог с долгожданным, как бы, зрителем, который ходит мимо нас пока что. Вот, и, в общем-то, так получилось, что экспозиции у нас постоянной нет, это в основном выставочная площадка и площадка образовательных каких-то проектов, образовательных, развлекательных в том числе, и как раз-таки еще задолго до акции, да, вот этой балконной объединенной мы устраивали уже, как бы, освоение балкона художниками. Да, выставки нет, но балкон-то есть, да, поэтому это и определил, наверное, часть. Да, единственная форма коммуникации наша, да, помимо интернета, со зрителем, да, на улице. И, как бы, у нас мы читали и стихи на всю улицу Куйбышева, стихи Маяковского, и устраивали всяческие перформансы резонансные, да, рисовали с натуры, приглашали молодых художников, и, в общем-то, вот эта акция, она, конечно, мы всецело за нее, да, за ее проведение. И так, я уже сказал, что нет экспозиции, мы позвали художников, да, нам, как бы, мы рекламируем именно свободу высказывания. И мы предложили художникам высказаться на тему как раз-таки сегодняшней ситуации, да, на тему карантина, на тему балкона, на тему человека и болезни, в общем-то. Позвали достаточно любопытную группировку художественную молодую, да, в Самаре, это нумыжи. Нумыжи, как бы, характеризуются такими чертами, как такая мифологическая составляющая их творчества, они через шутки делают различные, ну, составляют различные вселенные, высказываются по этому поводу, достаточно такие ироничные ребята. И, как бы, такой подвижный состав у них, да, у нумыжей. То есть сегодня ты нумыжь, а за спортом. У нас фото есть, я покажу, режиссеру его показать, ну, а вы продолжайте вашу млеконистическую рассказку. Да, значит, и вот как раз-таки на этом фото, наверное, будет видно, что это не совсем типичное высказывание для нумыжей, это действительно размышление. Размышление, в первую очередь, на тему балкона, да, мы выходим на балкон как место свободы, единственное на самоизоляции, и в том числе одновременно мы, как бы, ограничены, да, то есть это такая открытая тюрьма, грубо говоря, и как раз-таки это вот отсылка, ну, мы же и к философии Фуко, к обществу контроля, да, когда вроде как нам дают количество свободы, но мы очень ограничены некоторыми условиями, вот. И второе, о чем здесь размышляют ребята, это тело. Как ни странно, как бы проблема пандемии, это болезнь, да, это болезнь, которую человек проецирует на себя. То есть если даже он не болеет, он очень серьезно следит за телом, за гигиеной, и как раз-таки как бы отходит от самого себя и смотрит на себя как на тело. Такое разрозненное, аморфное, непонятное, за которым нужен, как бы, нужен особый интерес, особое внимание. Вот, и как раз-таки ребята здесь показали, что происходит с телом, да, вот эта вот объективация человека, превращение человека просто в тело, которое старается вырваться наружу и в том числе остается на этом самом балконе. Ой, Никит, очень интересно вас слушать, просто даже не хочется останавливать, но тем не менее я хочу предоставить слово Елене. Проект «Смена оптики». Что это, зачем это и почему это? Расскажите, пожалуйста. Да, ну, собственно, как мы начинали с балконной выставки, мы думали, да, когда нам предложили присоединиться к этой акции, что мы хотим показать, вот, и решили сделать такую небольшую отсылку к проекту, над которым мы работали весь прошлый год. Вот, и вот завершающая стадия пришлась на начало этого, мы открыли новый зал нашей экспозиции, где постарались сделать Толстого ближе современному человеку. У нас, как бы, экспозиция нашего музея, посвященная Толстому, она создавалась к его юбилею, к 83-му году, и с тех пор практически не менялась. Вот мы взялись за пересмотр, скажем так, и сделали новый зал, где попытались нащупать вопросы, которые сближают Толстого с современным человеком. Те, скажем так, вопросы, которые вставали перед ним в определенный момент его жизни, и которыми мы тоже частенько задаемся. И, соответственно, в этой балконной акции мы тоже решили поддержать эту идею, поэтому мы взяли вот эти вот строчки. Это строчки из стихотворения Толстого. На самом деле, да, не все знают, что Алексей Толстой начинал не как прозаик, как он нам хорошо знаком, да, своими монументальными романами, например, Петром Первым, а начинал он как поэт, да, вот, была тогда модным жанром поэзии в начале 20-го века, и вот он, приехав юношей в Петербург, он стал подражать поэтам-символистам, писать очень много стихов, и в дальнейшем сам говорил, что эти стихи были очень плохие, подражательные, и даже вот свой первый сборник, лирику, он выкупал и сжигал весь этот тираж, и этот сборник у нас как раз тоже представлен. И вот это стихотворение оттуда. И мы вырвали вот эти вот строчки, хотелось больно, жутко взгляда. И вырванный из контекста они нам сейчас приобретают в нашей ситуации некоторые иные смыслы, да, потому что хотелось взгляда. Во-первых, мы сейчас вот сидели все дома на изоляции, и не хватало живого общения, видели друг друга через только экраны, мониторы, и живого взгляда нам не хватало с одной стороны. С другой стороны, музей, который работает для того, чтобы эти предметы смотрели люди, и то, что музей делает. И вот мы работали над этим проектом, только его открыли, и меньше месяца он простоял доступный для посетителей, и ему тоже хочется взгляда посетителя. Вот, ну и сам автор, он у нас обозначен тоже, присутствуют его фигуры, но лицо его скрыто за маской, за Эмодзи, и, то есть, как, реальные эмоции и взгляды мы подменяем вот этим вот общением через соцсети, и эмоции в виде смайликов, и более того, вот эти смайлики мы тоже периодически меняем, то есть Толстой у нас не всегда с одним настроением, да. Скажите, пожалуйста, вот все-таки сейчас пока музей закрытый для посещения, но тем не менее самоизоляция закончилась. Когда вы откроетесь, и с какими экспозициями вы встретите самарского зрителя? Ну, к сожалению, мы еще не знаем сами, когда мы откроемся, да, но проект смены оптики, несомненно, будет ждать посетителей, вот, мы очень хотим его всем показать. Кроме того, у нас есть несколько задумок, что можно сделать на усадьбе на свежем воздухе, пока лето, и там свежий воздух, это безопаснее. Вот, мы будем активно нашу усадьбу использовать, рассказывать о ее истории, о текстах, о жанрах, и также пешеходные экскурсии, которые у нас тоже были до карантина, мы надеемся возобновить в ближайшее время. Никит? Ну, в основном, я думаю, что, ну, Горький центр тоже не знает, когда откроется, очень ждет, все мы в ожидании, но в основном это будет упор именно на образовательные программы и пешеходные экскурсии, да. Пешеходные экскурсии у нас достаточно специфические, разрабатываются, готовятся. Уже проводились дрейфы, дрейфы по улицам с именами писателей, например, дрейф по улице Маяковского. Это именно прогулка, такая свободный формат прогулки, где мы цепляемся за детали обстановки, там столб неправильно стоит или что-то такое, объявления, тексты, символы такие на улицах, да, мы ищем их и через них рассказываем о поэте Владимиру Маяковскому и как бы населяем этого поэта, эту улицу, точнее, этим поэтом, да, ищем личность в среде городской. Вот, второе, это пока проект с рабочим названием «Светофор». Грубо говоря, это тоже такая пешеходная экскурсия, модное сейчас слово «стори-теллинг». Это рассказ историй, живых историй в формате экскурсии. Единственное условие у нас будет, мы будем двигаться по определенной зоне, оговоренной заранее, и, в общем-то, будем ходить по зеленому знаку «Светофора». То есть, куда он нас заведет, туда мы и пойдем. То есть, такой свободный, авантюрный формат, с определенными рисками, может быть, даже, но никогда не поймешь, как у тебя пойдет повествование, да, и это достаточно любопытно и интересно, думаю, будет. Вот. В плане образовательных программ также мы готовим текст группы. В отличие от «Ридинг-групп» — это не чтение, не анализ произведения, это практика. То есть, мы не сможем научить писать художественный текст, но мы дадим, как бы, предложим варианты, как это можно сделать в игровой форме. Вообще, абсолютно разная аудитория сюда подойдет. Главное, опять же, готовность к эксперименту, в том числе с практиками представителей авангарда, да, в том числе 20 века. Вот. Это основной, как бы, вид деятельности. Ну, плюс еще мы планируем балкон также дальше осваивать, осваивать, в том числе, я думаю, что будет сезон с мая по сентябрь и следующего года в том числе. Мы будем приглашать и местных художников, и местных поэтов, может быть, даже ребят федерального значения. Опять же, вот, для свободного высказывания. Это место для того, чтобы показать себя молодым художникам, и для того, чтобы выразить себя. Уже, как бы, было... Ну, а я думаю, что в рамках нашей программы мы обязательно это проанонсируем. Ну что же, мне остается поблагодарить вас за очень интересное интервью. Спасибо большое, что нашли время и пришли. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Тесс». Акция на балконе продлится с 25 по 2 июля. Мы вам сегодня рассказали. А что вы думаете по этому поводу вы? Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова